Приветствую, уважаемые натуралисты, с вами канал Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами, подписывайтесь и поехали. Помните, я рассказывала про опоссума, не самое милое существо на планете, ибо он постоянно орёт, причём без дела. Если нет, то ищите его в плейлисте «Животные Америки». А сегодня я буду вас расстраивать, потому что есть зверюга, которая намного круче американского мусорного свинокрыса. А все непонятные животинки с сумками водятся, как вы наверняка знаете, на перевёрнутом континенте. Встречайте тасманийского дьявола, он же тасманский дьявол, сумчатый дьявол или сумчатый чёрт, млекопитающее семейство хищных сумчатых. Единственный вид своего рода, его чёрная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам вполне ожидаемое основание прозвать этого коренастого хищника дьяволом. Греческое название этого сумчатого дьяволёнка переводится как «любитель плоти». Генетический анализ показал близкое родство тасманийского дьявола с кволами. Это такая милая сумчатая куница, о ней тоже будет ролик. И более далёкое родство с вымершим сумчатым волком Тилоцином. В настоящее время сумчатый дьявол водится только на острове Тасмания, хотя раньше он населял и материковую часть Австралии. С материка он исчез примерно 600 лет назад, ещё за 400 лет до появления в Австралии первых европейцев. Предполагается, что прогнали его оттуда собаки-динго и местные аборигены, которые жуть как боялись его ночных воплей. В Тасмании же европейские поселенцы также безжалостно истребляли сумчатых чертей, поскольку те разоряли курятники. В результате по мере освоения острова дьявол отступал всё дальше в неосвоенные лесные и горные районы Тасмании, и его численность неуклонно сокращалась, пока в 1941 году охота на него не была официально запрещена. Сейчас же тасманийские дьяволы снова в тренде и вполне обычны в центральных, северных и западных частях острова на территориях, отведённых под овечьи пастбища, а также в национальных парках Тасмании. Тасманийский дьявол — самый крупный из современных сумчатых хищников. Это плотное и приземистое дьявольское создание размером с небольшую собаку, однако тяжёлым телосложением и тёмной окраской больше напоминающее миниатюрного медведя. Длина его тела от 50 до 80 см. Размер хвоста от 23 до 30 см. Размеры тела зависят от возраста, места обитания и качества питания. Самцы крупнее самок, а крупные самцы висят до 12 кг при высоте в холке до 30 см. В общем, нормальная такая крыска. Тело у тасманийского дьявола неуклюжие и массивные. Конечности сильные, укороченные, передние лапы чуть длиннее задних, что очень не характерно для сумчатых. Голова непропорционально велика, хвост короткий и толстый. В нём у тасманийского дьявола откладываются запасы жира. Ну вы поняли, у нас на животе и пятой точке, а у дьяволов – в хвосте. Несмотря на своё нечестивое прозвище, сам сумчатый чёрт выглядит весьма нелепо. Грузное тело, огромная башка и тонкие лапы – образ не вселяющий большого страха. Но мы-то знаем, что дьявол в деталях, поэтому он у нашего гостя кроется не в сумке, а во рту. Во-первых, как и у всех хищных сумчатых, пасть этот чёрт распахивает чуть ли не на все 180 градусов, а зубы этого дьяволёнка похожи на зубы гиены, ибо они отлично приспособлены для того, чтобы дробить и переламывать кости. Поэтому от жертвы сатанинского сыночка мало что остаётся. Во-вторых, сила укуса зверя просто невероятна. Несмотря на размеры, кусь этой зверюги способен посоревноваться по мощности с самым злобным хищником. Этот дьявол, ну очень прожорливый, его суточная норма пищи равна 15% от веса тела. Сумчатый чёрт питается мелкими и средними млекопитающими, птицами, а также насекомыми, змеями, амфибиями, съедобными корнями и клубнями растений. Часто бродит по берегам водоёмов, находя и поедая лягушек и раков, а на побережье мелких обитателей моря, выброшенных на берег. Нападая на добычу, сумчатый легко ломает ей позвоночник или даже череп. Кстати, чтобы догнать и покусать свою жертву, дьявол способен развить скорость до 12 км в час. Однако большую часть добычи сумчатый дьявол получает в виде падали. Используя своё развитое обоняние, он находит и пожирает любые трупы, от рыб до павших овец и коров. Причём, предпочитает уже разложившееся тухлое и червивое мяско. Вполне возможно, раньше тасманийский дьявол доедал падаль, оставшуюся от трапез вымершего сумчатого волка. Сейчас же он нередко отбивает добычу у сумчатых куниц. Квол, вкусняшку с червяками, он всегда поедает целиком, вместе со шкурой и костями. Ну, кроме самых крупных. Как падальщики, кстати, сумчатые дьяволы играют очень важную роль в тасманийской экосистеме. В частности, они снижают опасность заражения овец мясными мухами, так как убирают падаль, в которой развиваются личинки. Кроме прожорливости, дьявол отличается неразборчивостью в пище. Например, в его экскрементах находили иглы ехидны, кусочки резины, серебряную фольгу, куски кожаных ботинок из бруи, посудные полотенца и непереваренные морковки и початки кукурузы. Дьяволы не очень территориальны, однако имеют определенные владения, которые обходят по ночам в поисках добычи. Их площадь составляет до 20 км, и владения этих разных животных пересекаются. Тасманийские дьяволы ведут строго одиночный образ жизни. Единственная ситуация, когда несколько дьяволов собираются вместе, это совместное пожирание крупной добычи. Трапеза сопровождается иерархическими стычками и громким шумом, порой слышным за несколько километров. Сынчатый дьявол орет, как резанный, и издает большое количество устрашающих звуков, от монотонного рычания и глухого покашливания до жутких, пронзительных криков, создавших ему дурную репутацию. Однако даже черти бывают встревожены последними новостями, и тогда они, подобно скунсам, издают сильный и неприятный запах. Ну а умеют ли дьяволы любить? Умеют, но тоже весьма своеобразно. Если у нас предварительные ласки это проявление нежности, то у дьяволов это жестокие игрища. На протяжении трех дней самец сражается с самкой за право на продолжение рода. Причем дамочка весьма агрессивно дает понять дьявольски приставучему мужчинке, что она сильно против. Добившись же своего потом и кровью, дьявол быстро покидает свою дьяволицу, а уже спустя 20 дней у него появляются маленькие исчадия ада. Крохотные дьяволята с рождения учатся ненавидеть себе подобных, ибо на 20-30 детенышей, которых приносит самка, приходится всего четыре соска. И лишь самые быстрые и сильные дьяволы удостаиваются жизни. Сумку же малышня покидает к четвертому месяцу, а уже через год черти готовы к размножению. Казалось бы, врагов у дьявола быть не может, а нет. В 90-е годы 20 века на голову дьяволов обрушилось проклятие. Ох уж эти 90-е. Среди популяции распространился вирус, по эффекту чем-то напоминающий рак. Сначала разбухает рот, но через время опухоль занимает всю морду животного, перекрывая ему глаза и нос. Животные умирают не из-за болезни, как таковой, а от голодной смерти или удушья. По расчетам, вирус погубил половину популяции. Только сейчас ситуация становится лучше, несмотря на то, что лекарство от вируса до сих пор не найдено. Ибо спустя многие поколения организм дьяволов научился бороться с болезнью. Так что коронавирус — это еще цветочки. Несмотря на свирепость, даже взрослые сумчатые дьяволы поддаются приручению. Их можно держать, как домашних животных. А вы хотели бы себе личного домашнего дьявола? Исполнителя желаний? Пишите в комментах. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Пока я сделала великого медоеда и его русскую сестричку Росомаху. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных Zoo. Мы собираем большую видео энциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok